По поручению президента Абхазии глава МИД Инал Ардземба проводит рабочие встречи в районах республики с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Встреча с активом администрации Гуллибского района началась со вступительного слова главы администрации Саида Харазия. Цель сегодняшней встречи – ознакомить актив нашего района Гуллибского с международной обстановкой, которая происходит вокруг нашей республики. Инал Батуевич, ознакомить нас со всеми процессами, происходящими во внешней политике, поделиться своим опытом. Предлагаю каждому из вас принять активное участие в нашей работе. Как отметил Инал Ардземба, главная цель подобных встреч – проинформировать граждан о текущих результатах работы МИД, о современной международной обстановке, об актуальных аспектах абхазо-российских отношений и о современном состоянии быстро меняющейся архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа. В особом фокусе внимания – обеспечение нового качества отношений между Абхазией и Россией. С Российской Федерацией нас связывают добрые человеческие отношения. Россия – наш главный союзник. Россия – единственная держава мировая, которая признала наш государственный суверенитет. Больше таких нет. Это факт, это даже, наверное, не нужно аргументировать. Из этого следует, что нам нужно максимально внимательно относиться к отношениям с Российской Федерацией. С 2008 года Россия оказала финансовые помощи нашей стране на общую сумму 110 миллиардов рублей. Инал Ардземба отметил, что основной вехой развития республики должен стать экономический рост. Для модернизации социальной сферы, повышения уровня жизни граждан и решения ряда других действительно важных вопросов необходимы новые источники роста национальной экономики. Для того, чтобы довести абхазскую пенсию до уровня прожиточного минимума, если исходить из того, что это 10 тысяч рублей, то ежегодно нашему бюджету требуется 1 миллиард рублей. И здесь мы, конечно, должны думать о новых источниках экономического роста. Это тот вопрос, который глава государства ежедневно держит на контроле. И, конечно, главу государства нужно поддержать в этом вопросе и во всех остальных. Если мы не найдем новые источники экономического роста, то мы не сможем нашу социальную сферу модернизировать. Мы не сможем перевооружить нашу армию. Это еще один вопрос, который мы сегодня с вами обсудим. Это наша безопасность, которая напрямую зависит от состояния вооруженных сил Республики Абхазия. Важнейший вопрос сегодня – это аэропорт. Министерство экономического развития России объявило соответствующий конкурс. И в ближайшее время будет определяться инвестор, который будет вкладывать средства в реконструкцию аэропорта. Мы должны осознавать значимость этого шага. И президент, я это могу ответственно вам сказать, как министр иностранных дел, очень упорно отстаивает эту позицию. Аэропорт имеет экономическое значение, аэропорт имеет политическое значение, в том числе международное политическое значение. Мы сможем выстраивать прямое авиасообщение с различными точками мира. И это чрезвычайно важно. Также Инна Ларземба подчеркнул, что Россия оказывает помощь в сфере образования для граждан Абхазии. Однако, как отметил глава МИД, на сегодняшний день необходимо подумать о принципиальной важности качественного наполнения отношений со стратегическим партнером, который является и гарантом безопасности на Южном Кавказе. Он также заявил, что информационное сопровождение рассмотрения вопроса по гусдаче Питсунда нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. Перевооружение нашей армии требует огромных денежных средств. Речь идет о миллиардах рублей, даже о десятках миллиардов рублей. Если говорить о военном времени, не дай бог, это порядка 20 миллиардов рублей. В мирное время нам требуется 10 миллиардов рублей, чтобы перевооружить нашу армию, наши вооруженные силы. Межгосударственные отношения тоже предполагают двустороннее движение. Дипломатия – это дорога с двусторонним движением, не с односторонним. И сегодня мы должны задуматься над качеством наших отношений с Российской Федерацией. Мы хотим их сохранить, мы хотим их улучшить, мы хотим наполнить их еще более качественным содержанием. От этого зависит будущее нашей страны, прежде всего в сфере безопасности. В ходе дискуссий с активом района Инна Ларзеба рассказала о результатах деятельности внешнеполитического ведомства. У нас много направлений. Мы активно выстраиваем диалог со странами Ближнего Востока, потому что там есть перспектива привлечения инвесторов. Это прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и другие страны. Нас активно поддерживает Сирия в этом вопросе, поскольку единственное наше посольство на Ближнем Востоке находится в Сирии. Ну и, разумеется, поддержка МИДа России имеет огромное значение. Кроме этого, мы развиваем отношения со странами Африки. Сегодня страны Африки заявляют о самостоятельности, страны Африки заявляют о своем суверенитете. Есть так называемое мировое большинство, как говорит Владимир Путин. И страны Африки – часть этого мирового большинства, которая хочет, чтобы мир был многополярным, чтобы не принимались все решения в одной столице, в Вашингтоне. Отдельной темой обсуждения стал вопрос взаимоотношений с Республикой Беларусь, который Инна Ларцбе обозначил как крайне хорошие, подчеркнув, что Абхазия должна стремиться к признанию нашей независимости именно Республикой Беларусь. Работа в данном направлении, как отметил министр, ведется. Отношения укрепляются на всех уровнях. Также министр иностранных дел ответил на ряд вопросов граждан, в том числе и касающихся сферы образования и проектов министерства. Первый – это проект «Будущее Абхазии», как Вы правильно сказали, нацеленный на оказание содействия в поступлении талантливой молодежи в ведущие возы Российской Федерации и теперь уже Республики Беларусь, кстати. Особое внимание мы уделяем таким направлениям, как информационные технологии, которые могут реально повлиять на будущее нашей страны. Для меня молодежь и образование – это большая надежда на то, что у нас ситуация в стране изменится. Это повышение качества человеческого капитала. И то, как себя проявляют наши молодые люди, вызывает чувство гордости. Второй проект – это конкурс молодых управленцев, который мы сейчас будем тоже проводить. Этот конкурс направлен на поддержку уже окончивших вузы наших талантливых молодых людей для того, чтобы оказывать им содействие в трудоустройстве. Инна Лардзимба также рассказал о площадке женевских дискуссий. При этом он подчеркнул, что грузинская диаспора России ведет активную работу по продвижению гуманитарных, экономических и политических интересов Грузии в России. Грузины себя ведут безобразно на этой площадке, оскорбительно, не только для нас, но и для Российской Федерации. Грузины отказываются подписывать соглашение о неприменении силы с нашей страной. Это для нас является подтверждением их агрессивных планов. И, разумеется, вопрос признания, который мы тоже ставим, они даже обсуждать не хотят. По мнению Ардзимба, модернизация экономики, армии и социальной сферы – это первоочередные вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Мы видим будущее в том, чтобы наша страна настолько стала экономически состоятельна, чтобы социальная сфера у нас была состоятельна, модернизирована, чтобы у нас были сильные вооруженные силы. И тогда все скажут, да, надо Абхазию признать. Абхазия состоялась как государство. Встречи министра иностранных дел с активами администрации районов Абхазии и общественностью продолжатся на следующей неделе. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Продолжение следует...